Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер и это разбор очередного сезонного пропуска в девятом асфальте. В этот раз у нас сезон посвящен американскому автопрому и именно таким маркам автомобилей, как Ford, Chevrolet, BXR и в принципе пока что всё. Но я ещё нашёл одну тачку, которую добавили в этом обновлении, но о ней ничего не сказали в патчноуте. Что ж, давайте в первую очередь посчитаем, что же нам даёт пропуск легенды, если вы его покупаете. Как я говорил ранее, этот пропуск легенды я покупать не буду. Я не вижу на самом деле смысла тратить 749 рублей за то, что даёт этот вот пропуск легенды. Вот 369 рублей была бы его идеальная цена, наверное. А в лучшем случае идеальной бы ценой было, например, 1000 жетонов. Это было бы более справедливо и похоже на тот же Fortnite. Например, в Fortnite вы приобретаете боевой пропуск за 950 V-баксов и получаете с этого пропуска 1500 V-баксов, то есть значительно больше. А геймлофт сделали по-хитрому только за реальное бабло. Занесёте бабло и будет вам все награды. Конечно же, пользу вы получите от этого боевого пропуска, но я не вижу смысла вот именно себе его приобретать, потому что, как и предыдущие пропуска, вот эти легенды, они не особо-то давали преимущество. Сейчас, например, у меня есть 49% скидка на более крутой набор и он стоит 1150. Не вижу смысла тратить, как и не вижу смысла тратить деньги на обычный пропуск легенды. Что ж, но всё равно мы разберём этот пропуск. Давайте начнём с самого начала. Значит, по деталям. Смотрите, у нас есть здесь детали кузова, например, для Camaro ZL1 Anniversary. У меня эта тачка уже, в принципе, неплохо так прокачана. Сейчас я вам покажу, где она тут у меня находится в C-классе. Вот она. Вот, как вы видите, да, конечно, не все детали кузова у меня присутствуют, но, по крайней мере, вот все капоты я уже открыл. У меня нету, по-моему, бамперов, которые, скорее всего, будут даваться с помощью этого сезона. Короче, не вижу смысла. И уже отсюда первая причина, что мне вот этот тюнинг, в принципе, особо-то и не нужен. Далее у нас деколь или винил для Chevrolet Corvette Stingray. Не вижу смысла в этой тачке. У неё, конечно, статы неплохие. Я об этом говорил в предыдущем видео, а также говорил и Олег Беляков. Ну, что мы получаем по чертежам, значит? Всего, если вы приобретёте пропуск легенды, вы получите 50 фрагментов вот этого Chevrolet Corvette Stingray. Посмотрим, может быть, появятся у нас какие-нибудь наборы на этот Stingray, в случае, если, допустим, вы пропуск не приобрели. Мне вот очень интересно, сильно ли я буду отступать от тех, кто приобрели этот пропуск легенды. Ну, ладно, давайте вернёмся к пропуску. Мы получаем, значит, за пропуск легенды, если приобретаем 50 фрагментов этого Stingray. По бесплатному пропуску мы получаем 50 фрагментов Ford GT, если его у вас нет. Также мы, конечно же, получаем кредиты, но кредиты лучше всего фармить в ежедневных событиях, к которым мы тоже перейдём. И, кстати, немного повыполняем сегодня задание этого пропуска легенды. Далее у нас всё так же детали кузова для Камара. По жетонам, кстати, мы получаем, как обычно, 1100 жетонов за эти 55 дней боевого пропуска. Я эти 1100 жетонов выбью, наверное, за счёт ежедневных событий и ещё каких-нибудь акций. Плюс ещё буду выполнять ежедневные задания, и, короче, жетонов у меня должно быть нормально. Сейчас у меня пришла поддержка автора, это 2000 жетонов и 2 миллиона кредитов. Хоть за что-то геймлофту спасибо. Я бы вообще на их месте, все, кто состоят в поддержке авторов, всем бы раздал вот эти пропуски легенды. Но они почему-то это не делают. Может быть, не догадались. Кто знает. Что ж, помимо чертежей, кузовов, деколей, винилов у нас появились эмоззи. Прям, блин, я их ждал. Мне, на самом деле, не удавалось пока ещё в гонке ни разу их применить. Сегодня попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, далее у нас появляются именно в пропуске легенды чертежи на Ford GT MK2. Если вы выполните все задания, то получите всего лишь 7 чертежей с этого боевого пропуска. Даже если вы не приобретёте пропуск легенды, всё равно один чертёж вы этой тачке получите. Ну, на неё, как вы уже знаете, у нас стартанёт Grand Prix X, к которому я буду готовиться, скорее всего. Далее у нас снова идут жетоны. Напоминаю, 1100 жетонов у нас с этого боевого пропуска. Дальше у нас появляется тачка D-класса. Это Chevrolet Corvette C7R. Три чертежа. Всего за весь сезон вы получите, опять же, 7 чертежей, как и на Ford GT MK2. Далее у нас идут также эмоции. В бесплатном пропуске ещё плюс кредиты. Также есть вот такие вот наборы с различными настройками для кузова и так далее. Здесь есть Lancer. Здесь есть... Кто ещё? Кто? Lancer только, что ли? Да ладно. Должны же быть другие тачки. Ну, Mercedes-Benz. Мне кажется, что здесь имеется и Camaro, вот этот. Ширончик тут. Я думаю, что помимо Porsche того же... Да, Chevrolet Camaro ZL1 здесь есть. Да, конечно, получить нужную деталь кузова, например, будет проблематично, потому что шанс выпадения фиг его знает какой. И будут, скорее всего, выпадать те уже детали, которые у вас присутствуют. Ну да ладно. Я не вижу смысла вот в этом вот тюнинге пока что здесь, потому что он, в принципе, на геймплей не влияет. Только лишь когда вы в сетке будете гонять, вы можете, да, похвастаться перед соперником. Вон у меня тачка прокачанная, такая красотка вообще. А у вас фуфельная. Да вообще насрать они вас смогут сделать, даже если у вас такая красивая тачка. И к тому же у нас тюнинг идёт на D-класс. На D-классе я гоняю только в самом начале сетки, когда она только появляется. И после того, как я перехожу в Серебряную Лигу, дальше идёт у меня Акура, Пенинфорины и другие вообще тачки. Далее мы доходим до чертежа на BXR, B или Blade GT1. Здесь чертежей всего лишь три. Вы получите, если приобретёте, опять же, пропуск легенды. Дальше жетоны, жетоны, всякие преимущества. То есть вы Т-жетонов будете больше получать. Плюс скидка на следующий пропуск легенды. Тоже не вижу в этом смысла. Лучше брать самый простой и не париться. Но если вы, допустим, ещё никогда не брали. Я лично сейчас отказываюсь от покупки боевого пропуска. Не вижу смысла. Ну вот, в принципе, и всё. Давайте перейдём в задание. Посмотрим, что у нас тут имеется. Задания, кстати, открыты все. Я первоначально думал, что если ты пропуск легенды купил, то у тебя будут доступны ещё дополнительные задания. Но нет, они доступны всем. Что же, я предлагаю начать с самого простого, наверное, за которого удаётся больше всего очков легенды. Побей время. 105 секунд на трассе пригород за одну гонку карьеры. Так, дальше. Подбери баллоны с нитро в сетевой игре. Тоже можно выполнить. Выполним 5 прыжков за одну гонку. Событий звёзды и полосы. Это, видимо, событие ещё не стартовало. Так, финиширую в гонках. Завершить гонку Сан-Франциско. Но мы сейчас отправимся в Нью-Йорк. Открыть наборы. Выполни 7 идеальных заездов. Время в воздухе 20 секунд. Выполни 5 нитро волн за одну гонку. Это тоже возможно сделать. И финиширую в гонках. Короче, сейчас мы всё это быстро сделаем. Кстати, на андроиде я уже создал свой клуб. Спасибо всем, кто добавился. Мы отправляемся вот сюда. И находим самую первую, по-моему, гонку. Отставить. Не сюда. Не сюда. Вот сюда вот. А, ну вот это вот, наверное, событие имелось в виду. Пригород. Это у нас самая первая трасса. И здесь мы только на Камара ЛТ можем прокатиться. Побить время 105 секунд. Это у нас минута 35. Попробуем? Попробуем. Плюс желательно ещё нитроволны сделать. Нокдаунов у нас тут не надо делать никому. Ну, но придётся, придётся. Так, давай, давай, аккуратненько. Оп. Давай, 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 давай. Оп. Хорошо. О, тихо, 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 тихо. Так, три нитроволны есть уже. Ничего, подрифтим, подрифтим. Я думаю, что я смогу за минуту 35 управиться. Всё, нитроволны у нас сделаны. Дальше лучше ехать поаккуратнее. Перепрыгнем наверх. Оооо, давай, родная. Так, вот здесь у нас. Попробуем-ка налево. Ох ты. Баллоны с нитро, кстати, сетевой у нас надо находить. Таймсквер прекрасный. Вот жаль, кстати, они физику не добавили для вот этих вот шаров всяких. А то ты прям сквозь них пролетаешь как-то. Это совсем неестественно. Я понимаю, что это аркада, но, например, в Шанхае они сделали так, что вывески мы можем сбивать. А здесь уж что-то до шаров они не дошли. Короче, нифига я время не побил. Надо более аккуратно проехать. Что ж, прокатимся еще раз, ничего страшного. Зато другое задание я выполнил, да? И еще даже заберу вон награды. Купи, купи сезонный пропуск, мне так и шепчет. Но нет, я заберу только кредиты. Вот, кстати, кнопка эта не сразу срабатывает. Надо 200 раз по ней нажать, блин, чтобы у тебя награда забралась. Глюк какой-то странный. Окей, давайте еще разочек. Надо аккуратнее проехать. Тут уже, видимо, расчет идет на то, что вы уже трассу узнали и должны, в принципе, уложиться за минут 35. Давай будем поаккуратнее. Эх, тюнинга здесь, конечно, как гибко спитного лимитса, определенно не хватает. Сейчас будем более аккуратно ехать. Так, чуваки, давайте мне это... Не мешайте мне тут нормально ехать. А давайте мы вот так вот поедем. Чего бы нет. Главное нитро собирать. Давай, родная, тюнинга. Здесь у нас сейчас прямая будет, поэтому просто держим максимальную скорость. Тяжко она набирает. И нитро у меня закончилось. Во, давай. Обычные нитро включаем. Давай, давай. Вот, видите, сквозь них просто пролетает такое и все. Так же не прикольно. Так, давай, давай, давай. Попробуем сейчас вот здесь направо поехать. Че, опять не уложишь, что ли? Серьезно? Минут 35. Ну, может, засчитается. Конечно бы, если я держал с помощью нитро максимальную скорость, то, наверное, бы успел. А, нет, смотрите, выполнил. То есть не обязательно было прям в минуту 35 уложиться. Все нормально. Главное, не в минуту 36. Ну, повторные чертежи у нас меняются на Т-жетоны. Их у меня достаточно много. Перейдем в магазинчик, посмотрим, что у нас тут имеется. Ну, через 22 часа у нас закончится вообще все. И стартанет уже какая-нибудь особая акция. Пока не вижу смысла тратить на что-то здесь жетоны. Ждем, короче, особых акций, гранд-прикс. Ну, и будем, конечно, смотреть, что мы там получим. Но что касаемо покупки пропуска легенды, я все так же остаюсь в отказе. Мне это сейчас не нужно. Хочу проверить, сильно ли я буду проигрывать, не имея этого пропуска легенды. Что ж, на этом все, народ. Всем спасибо за просмотр. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.